Девушки отдыхают Он в больнице Я хочу его увидеть Нельзя, не сегодня Оливия Почему ты побежала к нему? Ты кричала, мы его теряем В твоем голосе была боль Я хочу, чтобы он лежал Чтобы он предстал перед судом И провел остаток жизни в тюрьме Он в больнице Судя по всему, в городской Ты должна туда сходить Ну и что я там буду делать? Лицо убийцы Вам нельзя здесь находиться Прошу, уйдите Субтитры создавал DimaTorzok 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 Падение Падение Субтитры создавал DimaTorzok Зачем ты здесь? Еду на заседание надзорной комиссии У меня встреча со следователем омбудсмена Могу тебя подбросить Нет, у меня своя Поедет следом Мне велели раскрыть имя спектра прессе Зачем? Оно уже на слуху Было бы глупо Отрицать то, что Всем давно известно Шеф и прокурор считают это делом Общественной важности Я хочу, чтобы его судили по закону Джим, а не по воле общества Пресса уже устроила цирк В любом случае Решение принято У нас два козыря стало Первый Мы взяли его Второй Мы нашли ее живой Остальные карты Дрянь И ты приехал это сообщить? Вообще-то нет Твою группу перемещают О чем ты? Вас выселяют из здания На колледж-сквер Почему? В этих офисах разместят Антитеррористический отдел А нас куда? Не знаю Это офис пустой Там я еще не был И когда это случится? Это происходит прямо сейчас Почему мне не сказали? Были дела поважнее Кэтин? Тебе Ты апаасдеяс, приколол? О! 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 К чему вопрос? К тому, что тебя, вероятно, будут об этом спрашивать У нас не хватало сотрудника такого ранга Да, но... Почему он? Он проявил себя в деле о самоубийстве Макферсон Он вспомнил о Роуз, вызвал нашу группу И тщательно оцепил место Но это была не Роуз И он не заметил удавку, висевшую на дереве над телом Я не сказала, что он идеален, но в нём есть потенциал Ясно К чему ты клонишь? Я сомневаюсь, что Андерсон подходил для того, чтобы сопровождать спектр Физическая форма Андерсона не имеет никакого отношения к перестрелке в лесу Если нерв на его руке не восстановится, он попрощается с карьерой Сомневаться в его мужестве низко и неуместно Почему в то утро он приехал с тобой? Иствуд сказал? Нет Не Иствуд Я проверил запись с камер Зачем? Любые твои поступки Любые твои решения влияют на дело Стелла Как и твои, Джим Поехали Поехали Почему ты не в форме? У меня экзамен Форму надевать необязательно Нельзя идти в таком виде Покажи-ка Я опоздаю Что это? О боже, это пирсинг Сама не видишь Когда ты его сделала? Только что Зачем? А почему нет? Кэти, это выглядит ужасно Тебя только это волнует? Моя внешность, а не чувства Кэти Вы уже дали показания? Да, мэм Как прошло? Меня отстранили от несения службы на время расследования Он был вооружён И выстрелил первым С учётом его личности и прошлого, вам не о чем беспокоиться И всё же я убила человека Не каждая женщина может похвастаться такой реакцией Хорошо, что она у вас есть Тайлер мог перестрелять всех, включая нас с вами, если бы не вы Может, вы вернётесь в оперативную группу? Правда? Вы знаете дело И поможете готовить его к суду Мы работаем в мужской, полувоенной и патриархальной среде Докажем, что мы лучше Спасибо, мэм Как он? Всю ночь был стабилен Диурез стабильный, кислород 30% PH в норме, лактат единица Гемоглобин стабилен Что с коагуляцией? В норме, гемоглобин 102 Можно оперировать Когда заберёте? Он в списке экстренных Рентген делали? Да Это фрагменты пули? Вы удалите их? Я бы не стала, они мелкие Жизни не угрожают Инкапсулируются Думаю, часов десять Ладно Подождите здесь Добрый день Начинаем закрытое заседание надзорной комиссии Я приветствую начальника полиции и его помощника по уголовным делам, Джима Бёрнса Начнём с вопросов членов комиссии, начальнику полиции Джон Портер, прошу Благодарю Не мог бы господин начальник полиции сообщить нам о том, как продвигается операция «Музыкант»? Я адресую этот вопрос помощнику Бёрнсу Суперинтендант Гибсон? Я Джоан Кинкейт, следователь омбудсмена Пройдёмте Присаживайтесь Допрос будет идти под запись? Да, верно Почему меня не предупредили? Вы не арестованы и можете уйти отсюда в любой момент Или пригласить адвоката Вам нужно время на подготовку вашей защиты? Вы полагаете, что есть основания подозревать меня в преступлении? Если да, то в каком? Если вы останетесь, присядьте и отключите мобильный Так в каком же? Джеймс Тайлер уже нападал на задержанного в прошлом Похоже, он был одержим мыслью, что его жена находилась с задержанным в отношениях сексуального характера Однако мы считаем, что это ложь Но невзирая на то, что Джеймс Тайлер был склонен к межрелигиозной вражде У нас не было причин полагать, что он осмелится пойти на убийство задержанного Однако вы знали, что у него был пистолет Которым он завладел, разоружив полицейского И тем не менее Но как такое вообще возможно? Ведь пистолет должен быть прикреплен к ремню Тот молодой патрульный по какой-то причине Не прикрепил свое оружие шнуром Полицейский омбудсмен расследует все случаи применения оружия сотрудниками полиции В ходе расследования я опрашиваю всех офицеров, причастных к инциденту И, как я понимаю, вы возглавляли данную операцию Да, верно По-вашему, вы здраво оценили степень риска, прежде чем вывести задержанного из места содержания под стражей? Я попросила надзирателя Бойда оценить степень риска, а сама инструктировала детектива Андерсона Вам не кажется, что план операции был составлен небрежно? Задержанный не дал нам точной информации заранее И мы не знали, жива ли Роуз или мертва Исходя из этого по согласованию с Джедом Грином, шефом поисковой группы, нашей целью являлось обнаружение Роуз Стек Живой или мертвый В случае неудачи мы намеревались обыскать местность на наличие следов частей тела, либо захороненных останков Роуз Стек У нас была наземная группа и поддержка с воздуха с теплодизором Привлечь кинологов мы не успели Журнал операции у вас с собой? Да Я служу в полиции почти 30 лет, большей частью в Северной Ирландии Мы повидали достаточно убийц Среди них были и психопаты, но никто не сравнится с этим Стелла Гибсон обладала и обладает специальными навыками отточенными ею во время долгого расследования, которое она возглавляла Она преданный и усердный офицер и прирожденный лидер Я постоянно была на связи с помощником Бернсом и Мэттом Иствудом из отдела тяжких преступлений Мы условились заранее, что конвой будет небольшим, чтобы не привлекать внимание Скоро еще одна патрульная машина и группа инспектора Грина присоединились к нам в условленном месте встречи Возможно, мы могли бы установить более плотный кордон в лесу, но все, что мы делали, имело одну цель – спасти, если это возможно, жизнь росток Кто это? Кто это был? Просто пациент, он попал в аварию Кто это был? Тише, успокойтесь Все хорошо, ложитесь Прошу, у вас лягте и успокойтесь Вот так Все хорошо, я рядом Делайте несколько глубоких вдохов через нос Глубокий вдох и выдох Молодец Почему вы пошли в лес одна? Чтобы ущерб месту преступления был как можно меньшим Почему вы открыли машину, не вызвав саперов? Вы не думали, что там могли быть минные ловушки? Наш задержанный – убийца, а не террорист Я знала, что Роуза в багажнике У меня было предчувствие Нужно было достать ее Разве не лучше было проверить багажник через заднее сиденье? Мне просто не пришло это в голову Врач скорой помощи сказал мне, что по его мнению Роуз Стэк была на пороге смерти, когда ее нашли Еще пятнадцать минут Или час И она бы просто задохнулась Все, что я делала Было ради того, чтобы спасти ее жизнь Что, как вы знаете Является долгом полицейского А как же жизнь мистера Спектора? Разве спасать его не ваш долг? Промойте, пожалуйста Пожалуйста У нас тут четыре тампона? Да, четыре Первый Второй Вы использовали оружие? Не пришлось Реакция патрульной Была мгновенной И если бы не она Мы бы потеряли много жизней Я велела Инспектору Грину вызвать другую скорую Задержанный умирал Скорая с Роуз уже уехала И ее не стоило возвращать Вертолет не мог сесть Мы ждали группу быстрого реагирования И другую машину скорой Тем временем Спектор истекал кровью Истекал у вас на руках? Да, верно Я надеялась, что в этом положении Доступ воздуха в легкие будет открыт И он не задохнется И так я могла прижимать его рану Ясно Долго еще? Диафрагма цело Проверяю кишечник Больше нигде не кровит Все в порядке Промойте здесь, пожалуйста Отсос? Вы знали, что Джеймс Тайлер угрожал убить мистера Спектора Вы знали, что он в бегах и вооружен пистолетом, которым пугал женой и других женщин в убежище Почему же мистер Спектор находился на открытом воздухе, а не сидел в патрульной машине? Почему ни на нем, ни на детективе Андерсоне не было бронежилетов? Как и на вас Генеральный прокурор Джордж Лауден и начальник полиции Малком Фрэнкс Решили в виде исключения назвать имя человека, арестованного и обвиненного в серии недавних убийств в Южном Белфасте Я могу подтвердить, что его имя – Пол Спектор Также известный как Питер Болдуин – 32-летний психолог из Южного Белфаста Он женат и имеет двоих детей И, как было заявлено ранее, сейчас он в критическом состоянии после инцидента, произошедшего после его ареста Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как прошла операция? Тампоны удалили, кровотечения нет Брюшную полость зашили стандартным методом и снаружи скрепили скобами Облегчаем режим. Что ему дают? Пропофол и алфентанил по 5 миллиграммов Отмените, Пропофол Начальная школа Эдсон Доступ запрещен. Родительский контроль Мой близкий контакт с предполагаемым убийцей Номер неизвестен Кто это? Кэти, это Оливия. Ты знаешь, что случилось с папой? Нет. А ты? Кажется, он в больнице Ты его навещала? Нет. У тебя есть подруга по имени Дейзи? А что? Они пишут в интернете Что? Как она встречалась с папой? Что? Чем это вы заняты? Вы же знаете, это телефон для персонала Пойдёмте со мной Дейзи Дрейк Мой близкий контакт с предполагаемым убийцей По словам Дейзи, у него тёмные и опасные глаза и атлетическая фигура Оставьте ещё два вон там Оставьте ещё два вон там Есть два кабинета, мэм Я выделил один для вас Вещи из прежнего кабинета в коробках Их скоро доставят Это явно не темница Обустроимся Пол? Пол, вы можете открыть глаза? Пол? Пол, посмотрите на меня Пол, вы можете открыть глаза? Вот так, хорошо, молодец Мне нужна помощь Нужна помощь Я держу его Ноги Он закусил трубку Сатурация падает Дайте седативное Увеличьте кислород до ста процентов Увеличьте кислород до ста процентов Ты как? Нормально Бурное вышло пробуждение Роуз, что вы делаете? Я хочу домой Вас должны перевезти в другое отделение Нет, нет, я хочу домой Позвоните моему мужу И мне нужна одежда Тише Я хочу домой Можно мне домой? Ладно Я видела Кэти Бенедетто о реанимации Вас понял Длительная гипотония могла повредить мозг Из-за фрагментов пули делать МРТ нельзя Подержим его на снотворном и сделаем КТ Осмотрите его все ли в порядке, не разошлись ли швы Как вы? Он вас не поранил? Нет, я в норме Я не верю Мeron Блоки Вы мне помогли Мне behöver Я не верю Этвический Убирайтесь 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 Миссис Спектр, пойдёмте, директор хочет вас видеть. Оливия без разрешения пользовалась школьным компьютером и телефоном для персонала. Сегодня весь день мне звонили родители, ещё до официального объявления. Персонал обеспокоен. Оливия и Лиам уже стали объектами оскорблений других учеников. Я забочусь об их состоянии. Мне бы совсем не хотелось, чтобы их травили за то, что сделал или не сделал один из их родителей. Я никогда не была в таком положении. И не знаю никого, кто был бы. Может быть, в прошлом, во время конфликта. Может, если они побудут дома, хотя бы пару дней, мы придумаем, как быть. Я обсужу ситуацию со школьным советом. Мне очень жаль. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прошу прощения за переезд. Это не моя идея. В соответствии с правилами о раскрытии информации, все трубы ДНК, все протоколы и снимки с места преступления, все записи в журналах должны храниться в соответствии с инструкциями по хранению. Записывайте все вплоть до того, где и когда вы надевали защитные комбинезоны. Мы не должны дать защите ни единого шанса оспорить цепочку доказательств. Организованность чрезвычайно важна на следующей стадии нашего расследования. Построение дела. Мне не известно, что будет со спектором и сколько времени займет его выздоровление, но мы с вами ни на минуту не должны снижать темп. Мы должны искать дополнительные улики, сколько сможем, чтобы подкрепить нашу позицию и восстановить последовательность событий. Мы обязаны предвидеть потенциальные бреши в нашем деле и вовремя заткнуть их уликами. Реальными уликами, подробно задокументированными фактами и показаниями свидетелей. Весомыми доказательствами. Мы допускали ошибки. Больше их быть не должно. Что с машиной Роустек? Её перегнали и уже обследуют. Ищут следы ДНК и возможные улики. Завтра снимут все отпечатки. Нам позвонил человек, который увидел фото спектора в новостях. Он сказал, что похожий человек арендовал его гараж в Восточном Белфасте под фамилией Болдуэн. Возьмите ордер на обыск. Пол? Пол? Пол, вы меня слышите? Пол, я Кира, медсестра. Вы меня слышите? Сейчас я буду называть буквы. Я прошу вас сжать мою руку, когда я назову букву А. Каждый раз на букву А. Ладно? С. А. В. В. A H A R T Хорошо, очень хорошо, Пол. Покажите столько же пальцев. Хорошо. А теперь другой рукой. Добавьте ещё один палец. Хорошо, вы молодец, Пол. Угу. Не надо, не надо. Не надо. После этого пауза укрепляем его. Да, не надо. Пауза укрепляем его. Маскинг. Да, не надо. Маскинг. Взяли. Укрепляем его. Держу. Ложитесь. Гибсон? Это Хакстром, мэм. Да. Похоже, спектр пришёл в сознание. Тут много чего происходит. Мне сказали, что он слаб, но активен. Ясно. Спасибо. Держите вас в курсе. Дамы. Пол, сейчас я сменю вам повязки. Кто вы? Я Кира, медсестра. Где я? В городской больнице Белфаста. В палате интенсивной терапии. Вам сделали операцию, но вы держитесь молодцом. Операцию? Нет. Лежите. Всё хорошо, расслабьтесь. Доктор всё вам объяснит, но сейчас мне нужно осмотреть рану. Вот, держи. Спасибо. Мне кажется, тебе нужно найти для него защитника. Адвоката. Разве ещё не поздно? Вовсе нет. Он пришёл в себя, и ему нужна помощь юриста. Это необходимо. Ваша фирма может взяться за его дело? Возникнет конфликт интересов. Ведь мы представляем тебя. Кроме того, только один человек в Белфасте потянет такое дело. Я могу позвонить от твоего имени, но решать, безусловно, тебе. Вы поедете в больницу? Разве Оливии не стоит с ним увидеться? Лайон и Хилли. Здравствуйте, я Стив Дженнингс из фирмы Саймон и Патрик. Мне нужен Шон Хилли. Попробую соединить. Мистер Спектор? Мистер Спектор? Я доктор Спенсер, врач-консультант. Вы знаете, где находитесь? В городской больнице Белфаста. Она мне сказала. Знаете, почему вы здесь? Я попал в аварию. Вы помните, что произошло? Лобовое стекло разбилось. Я потерял управление. Ваше второе имя? Питер. А фамилия? Спектор. Спектор. Питер. Где вы родились? Нет. Нет. Где? Ваше месторождение. Белфаст. А дата рождения? Вы ее помните? Двадцать пятое мая семьдесят девятого года. Так сколько вам лет? Двадцать шесть. Какой сейчас год? Двадцать шесть. Двадцать шесть. Двадцать шесть. Двадцать шесть. Какое время года? Теплое. Вы женаты? Да. Как зовут вашу жену? Салли. У вас есть дети? Дочка. Как ее зовут? Ливи. Оливия. Сколько лет Ливи? Она маленькая. Мама! Нэнси! Иди ко мне. Как же я рада тебя видеть. Как ты мой ангел? Хорошо. Правда хорошо. Папа, о тебе заботился? Да. Спасибо. Ты в порядке? Что не так? Что случилось с этими людьми? Им не здоровиться. Очень жаль. Верно. Нам досталась небезынтересная дельца. Тодзонал? Ты готова? А вы расскажете, что за дело? Душитель из Белфаста. Вернее, тот, кого полиция считает душителем из Белфаста. Тод в больнице? Да. Его зовут Пол Спектор. Он в реанимации городской больницы Белфаста. Сообщи сотрудникам отдела по особо тяжким, что нас наняла супруга подозреваемого, Салли Энн Спектор. Получи копию обвинительного и протокол допроса. Дженнингс говорит, он сознался. Как только получишь, займись расшифровкой. Сиди всю ночь, если нужно. Это была не авария, Пол. В вас стреляли. Две пули в живот. Первая вошла неглубоко и застряла под кожей. Другая попала в селезенку и задела ребро, распавшись на фрагменты. Орган был сильно поврежден, и его пришлось удалить. Вам повезло, что другие органы не были задеты, но все же вы потеряли много крови. И были на волоске. Почему в меня стреляли? В тот момент вы были под арестом. Что? Почему я был под арестом? Я не могу вам сказать, потому что и сам не знаю. Вы все обсудите с вашим адвокатом, когда окрепнете. С адвокатом? Зачем мне адвокат? Мы занимаемся вашим лечением, Пол. Все остальное вам объяснят другие. Гибсон. Это снова Хакстром, мэм. Да. Ролл Стек выписалась из реанимации. Что? Почему? Ее что-то напугало. Может, она узнала, что спектр здесь? Боже. Кто врач-консультант? Доктор Патрик Спенсер, мэм. Ясно. Спасибо. Черт. Мне только что позвонил Бойт из КПЗ. Похоже, что жена Спектора наняла ему адвоката. Шон Эхиле. Он занучевый манипулятор вихитрожопый ублюдок. И успешный. Он воспользуется любой лазейкой. И сделает подножку в любой момент. Класс. Жду вас внизу. Класс. Не давай ли ему засиживаться допоздна? Не волнуйся, я уложу его. Давай, залезай. Порядок, Орелия? Ну ладно, пока. Пока. Спасибо. Как ты думаешь, что случилось с папой? В него стреляли. Кто тебе сказал? Все в школе об этом говорят. И ты залезала в интернет? Да. Не надо этого делать, Оливия. Не лазь в интернет. Ладно. Знаешь, почему в него стреляли? Говорят, это полиция. Но почему? Потому что он убивал людей. Людей? Женщин. Ты в это веришь? Нет. Я просто хочу его увидеть, ведь он там один и ему очень страшно. Прошу, мама. Сколько будет стоить такси? Пунктов пять, наверное. Ты прогуляла экзамен, зачем ты здесь? И покрасилась в брюнетку? Почему вы и нет? Зачем ты наврала насчет Пола? Я не врала. Что он постил комменты к твоим видео? Постил. Ты же врешь. Что? Тебе показать? Сейчас. Да что с тобой такое? Не лезь к нему. Я и не думала. Возьми себя в руки. Твоя одержимость выглядит жалко. И кто теперь жалок? Мои глаза! Боже! Высовите скорую! Как больно! Промойте ей глаза водой! Как я понимаю, вы медсестра. У вашего мужа был гипотонический коллапс. Сердце было на грани остановки. Он может говорить, но он дезориентирован. Сбит с толку. Похоже, он не помнит, что с ним случилось. Как он здесь оказался. А также, почему был арестован. Думаю, об этом ему лучше расскажет адвокат, когда он накрепнет. Маленьким детям довольно тяжело видеть родителей в реанимации. Подумайте об этом, прежде чем вести ее к нему. Она хочет его видеть. Ей нужно его видеть. Пол? К вам пришли ваша жена и дочь. Время? Время! Привет, папа. Это я, папа. Я, Оливия. Соли. Что происходит? Ничего, папа, всё хорошо. Почему ты такая большая? А ты выглядишь по-другому. Старше. Что со мной происходит? Осторожнее, с трубками на папиной руке. Это ты? Это правда ты? Да, папа. Я чувствую, что знаю тебя. Что люблю тебя. Ты меня любишь, папа. И я тебя тоже. Ребята? Ребята? Продолжение следует... 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 Вам нужно поспать. Я буду рядом, если что. Засыпайте. Мэм. Не больше. И сколько их? Девять или десять. Другие жертвы? Проект И.Ф. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.